Живая легенда авиации. Герой Советского Союза Василий Васильевич Решетников. Он прошел Великую Отечественную войну от начала до конца. Бомбил Берлин в 1942-м, бомбил Дрезден и Кёнигсберг, а всего на его счету 307 боевых вылетов. В конце декабря Василию Решетникову исполнится 103 года. Человек с удивительной судьбой. Он из поколения победителей. С его именем неразрывно связана прошлое и настоящее дальние авиации, у истоков которой он стоял. Его имя присвоено стратегическому бомбардировщику Ту-160. Он участвовал в разработке самолета. Генерал-полковник авиации, командующий дальней авиацией СССР, заместитель главнокомандующего военно-воздушными силами страны. Василий Решетников живет в рабочем поселке Монина, колыбели авиации. Нет Монинца, который не знал бы его. А теперь в кабинете истории школы номер 24 имени Красовского появилась парта героя, посвященная Василию Решетникову. Нам с вами предстоит сделать так, чтобы нашим предкам за нас было не стыдно. Я думаю, что мы все делаем для этого все возможное. Но сегодня у нас такое радостное событие. Это первая парта героя, которая открывается в нашем городском обещества. Память, которую вы вашей школой заслужили. И не только педагоги, но и школьники в сохранении памяти наших героев Отечества, которые защищали нашу Родину. Огромное спасибо, что выбран был именно наш поселок, поселок Монина, там, где живет герой. В нашей школе патриотическому воспитанию уделяется огромное значение. В этом можно убедиться, попав в школьный музей. Это гордость учреждения. Музей победил во всероссийском смотре конкурсе, посвященном 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Конкурс был проведен Советом ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации. И не случайно именно в школе номер 24 появилась первая во всем округе парта героя. Это проект партии «Единая Россия». На рабочем столе ученика изображено фото героя, его биография. Помимо той информации, которая уже представлена на этой партии, здесь есть специальный QR-код. Необходимо открыть приложение, навести на него, и мы попадаем на страницу Википедии. Учиться за партой героя – особая честь. Право сидеть за ней предоставляется ребятам за отличие в учебе и активное участие в жизни школы. Не каждый действительно может сидеть за этой партой, но каждый должен стремиться к такому. То есть, это получается как бы вспомнить о чести данного ветерана, ну, охранять эту честь. То есть, каждый человек должен помнить о поступках героев своей страны. Важно, чтобы будущее поколение гордилось всей историей нашей, всей страны, что у нас такая могущественная держава. Героическое прошлое и настоящее нашей страны, ее люди – пример мужества и доблести, знать и помнить которых – долг нынешнего и всех последующих поколений. Анна Бальет, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.